Преступление одних не является оправданием преступления других. Вот это для меня абсолютно очевидно. Ничто не может оправдать смерть такого количества детей, женщин. Я могу. А я нет. А я могу. Но, наверное, поэтому настолько отличаются. Наверное, поэтому в России это никогда не поймут. Поэтому в России никогда не примут коллективную ответственность. А нет коллективной ответственности. Есть коллективная ответственность. Когда погибают невинные дети, для нас это коллективно. Есть невинные дети. Это Хамас их подставил под огонь. Это вы их убиваете, а не Хамас их подставил. Ничего подобного. То же самое, когда украинцы пытаются прикрыться мирными, мы все равно идем мимо. Товарищ генерал, когда в Сирии и когда в других местах, и когда где-то есть, мы все равно не наносим удар по мирным. Мы жертвуем нашими солдатами, но мы спасаем мирных, какие бы они ни были. Русские солдаты, потому что себя всегда ведет так. И поэтому в Берлинском метро мы спасали немцев, которых затопила их немецкая власть. Мы их оттуда вытаскивали. Они говорили, топите, это вас Гитлер открыл и пустил воды. Мы так не воюем. Поэтому мы никогда это не примем и никогда это не признаем. Ваша армия, ни одна армия не может нас учить. А мы вас не собираемся учить. Что такое человеческое значение. Но мы вас спасли. Ни одна армия в мире. Мы вас спасли. Спас ваш народ, который, мой народ, спас беликий советский народ. Красной армией были все. И поэтому сейчас, когда израильская армия высокомерно, никто не смеет говорить русской армии. Это русский человек, белорус, еврей, молдаванин, кто угодно. 27 миллионов погибших. Мы уничтожили нацизм. И мы отомстили за 6 миллионов погибших евреев. И никто никогда не будет говорить высокомерно о моей армии. И никто никогда не будет говорить высокомерно о нашем человеке. И никто не будет говорить, кого мы имеем право, учителя нет. Убийство детей непозволительно ни одной армии. 4 тысячи детей уже погибло. Ну а теперь возвращаясь к тому, кто такой Кирби и как к нему надо относиться.